Скажи, кто из твоих работников захочет поучаствовать в охоте на барана? Думаю, едва ли найдется кто-то лучше моего сына Хута. Он знает повадки Аудада и всегда охотился на него в этих краях. У него настоящий талант. К тому же, это явно интереснее, чем разведение коров. Оно и понятно. Я видел, как вы разводите коров, так что я бы выбрал охоту. Ладно. Надеюсь, мы с Хутом поладим. Осталось собрать снаряжение, и тогда мы сможем отправиться на поиски барана. Бери оружие и запасы. Найти Аудада не так-то просто. Говорят, на это может уйти несколько дней, поэтому я решил сделать это своей главной задачей. Поставив палатку, я взял винтовку и сел на квадроцикл рядом с Хутом. Как только мы покинули долину, я осознал весь масштаб операции. Представьте, вокруг меня были лишь километры суровой земли. Меня начали терзать сомнения, а смогу ли я вообще найти барана в этой местности Хут, это явно мой единственный шанс. Как только передвижение на квадроцикле станет невозможным, мы перейдем к пешей части операции. Аудад обитает в совершенно непроходимой местности. Двигаясь в направлении окружающих нас скал, мы сталкиваемся с колючими растениями, царапающими кожу даже сквозь одежду. И ступаем по неровным камням, покачивающимся при каждом шаге. Это самый недружелюбный ландшафт, который я когда-либо встречал. От этих колючек и палящего солнца создается впечатление, будто я застрял в солярии с кучей диких кошек. И хотя человеку эта местность кажется совершенно неприспособленной для жизни, для аудадов это настоящий рай. Я хотел, чтобы ты понял, в каких суровых условиях они обитают. Значит, они без труда туда спускаются? Для них это так же просто, как для нас ходить по ровной земле. Не просто их тут будет найти. Продолжаем поиски? Да. Давай вернемся назад и поищем их за теми утесами. Хорошо. Выясним, что там с той стороны. Хорошая мысль. Это самая непроходимая местность, на которой я когда-либо охотился. И дело не только в палящем солнце, колючих растениях или неустойчивых камнях, а скорее в бескрайности этих каньонов. Давай перейдем этот каньон, поднимемся на тот край и пройдем кругом по кромке. Для того, чтобы попасть из одной точки в другую, нельзя просто спуститься, а затем вновь подняться по склонам от весных скал. Нам придется обойти весь каньон по краю, и на это может уйти весь день. Я начинаю сознавать, что значит путешествовать по этому краю каньонов. Три часа назад мы находились на вершине того выступа и хотели попасть туда. И нам пришлось пройти весь этот путь, чтобы вернуться вновь на тропу. Мало того, что аудады без труда передвигаются по этой местности, так они еще и незаметны. Мы ищем их по методу сканирования. Проще говоря, внимательно вглядываемся в ландшафт. Вокруг одни лишь камни и кустарники. Три четверти окружающей земли такого же коричневого цвета, как и животное. Будто ищешь иголку цвета сена в стоге сена. Я пытаюсь действовать последовательно и не задумываюсь о размерах территории. Я мысленно разбиваю все на клеточки и пристально исследую каждую из них, стараясь не пропустить ни клочка земли. Главное каждый раз концентрировать свое внимание на одном участке земли, который я впоследствии разделяю на кусочки. Затем я тщательно просматриваю каждый из них. Только так я могу быть уверен, что ничего не пропустил. Однако ничто не сравнится с опытом местных жителей. Мой взгляд исследователя не знает, за что зацепиться. А Худ здесь вырос, и он чувствует это место. Он знает, где нужно искать животного. Пьюсь об заклад, если мы засечем Аудада, то только благодаря Худу. Посмотрим? Конечно. Но думаю, так и будет. Фото носило предположение. Худ замечает вдалеке животное. Приглядевшись, я понимаю, что это не Аудад, а стадо чернохвостых оленей. Сцены каньона усилили звук, и мы их спугнули. Это еще раз доказывает, насколько сложно здесь охотиться. Вы рискуете спугнуть животное, едва его заметив. Кому как не мне знать, как много времени занимает успешная охота. Но признаюсь, здесь я чувствую себя потерянным. Все камни уже кажутся совершенно одинаковыми, и я прихожу к мысли, что Аудады — это просто призраки. Я даже готов отступить от цели. Если раньше я хотел приготовить из Аудада барбако, то теперь я готов просто его увидеть, чтобы убедиться, что он действительно существует. Каждый раз, вглядываясь в глубины этих каньонов, я скорее готов увидеть разгуливающего там снежного человека, чем Аудада. Мы с Хутом продолжаем поиски. Мы направляемся на одну из самых высоких точек, чтобы выследить зверя до наступления темноты. Это был чертовски тяжелый день. От постоянной ходьбы по каньонам мои ноги уже стали совершенноватными. Впрочем, последняя отчаянная попытка приносит результаты. Там кто-то идет. Огромный баран. Ты снял его, Мо? Охотник-собиратель Только что я впервые увидел Аудада, и мой оператор Мо пытается его заснять. Я не вижу его. Я готов к выстрелу, но мне нужно дождаться оператора. Я его не вижу. Не вижу. Подождите, черт. Заметив нас, баран молниеносно скрылся. Какой большой. Надо было стрелять. Какая досада. Я понимал, что второго шанса у меня не будет. Я прямо чувствовал, что мы свою возможность уже упустили. Это ваша вина. Нет ничего хуже шоу-бизнеса. Два барана. Один из них мог быть моим. А то. Я хотел бы, чтобы Мо их снял. Нас разделяло 140 метров. Я позвал Мо и... Попытался показать ему, что они стоят напротив, на вершине того выступа. Ладно. Мы от них далеко, да и солнце уже село. Ничего. Мы их еще обойдем. Совет на будущее. Если ты увидишь их на расстоянии 100 или 140 метров, стреляй не думая. Серьезно. Ясно. Так близко к ним подобраться практически невозможно. Да, я знаю. Я извлек свой урок. Желание сделать хорошее телешоу не должно мешать сделать хороший выстрел. Идем дальше. Пора выбираться отсюда. В какой-то момент я вдруг понял, что уже минут 20 не замечаю на себе, кактусовых колючек. Посмотри. Вот тебе и вода. Подержи-ка винтовку. Держу. Это место кишит жизнью? Точно. Здесь можно найти все, что угодно. Вот, например, насекомое отряда ручейников. И хотя само оно наземное, его личинки живут в воде. Они выделяют склизкую клейкую массу, приклеивают к ней траву или гальку и таким образом строят небольшие домики. Раскрыв один из них, вы увидите их внутри. Представьте, что вы попали в затруднительное положение и сидите тут целый день, расковыривая и поедая их. Разве что в очень затруднительное. Допустим. Тогда это место можно считать оазисом. Можно так сказать. Я восхищаюсь тем, насколько это место охраняет своих животных. Впиваясь в вас колючками, оно превращается в совершенно непроходимый участок земли. Убежище для животных, так сказать. У меня была возможность подстрелить Аудада. Вынужден признать, что я, как ни странно, сам ее упустил. А ведь на охоте мы должны ловить каждое мгновение. Здесь сама земля вынуждает себя прилагать усилия. Я здесь гость. И мне кажется, что эта земля специально выматывает меня, не позволяя получить то, за чем пришел, без труда. Впереди еще один день охоты. Я все время возвращаюсь к упущенной возможности. Я уже столько раз убеждался, что в дикой среде у нас есть только один шанс найти кого-то. Правда, я очень надеюсь, что сегодня это не сработает. Стой, прямо перед нами. Худ заметил двух Аудадов на склоне каньона. Что это? Это же Аудад. Точно. Мне нужна опора. Стреляй. Задержи дыхание. Попал. Ух ты. Думаю, ты в него попал. Правда, не знаю, в какую именно часть. Я почти уверен, что сделал точный выстрел. Но Аудад метался вниз и вверх по горам, пока не упал. Наблюдай за ним, а я спущусь. Если он двинется, ты заметишь. Ладно. Да. Он убит. Как я уже говорил, для того, чтобы найти зверя, важно вырасти на этой земле. Быть ее сыном, таким, как Худ. Я же сказал, что это он, заметит Аудада. Поверьте, никакие знания об этой местности не позволят вам превзойти местных жителей. И хотя все потом скажут, что это я подстрелил барана, на самом деле это заслуга Худа. Хуто. Эй, Худ! 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 Ничего себе! Я бы в жизни не заметил там барана. Какое все-таки хитрое животное. Цель моей жизни – путешествовать по свету в попытках понять других охотников. И мне безумно нравится охотиться с Худом. Отличный выстрел. Я старался подвести тебя как можно ближе. Мы были близко. Это было здорово. Проблема в том, что разделать тушу Аудада надо медленно, а место его падения оказалось очень опасным. Худ могу предложить два способа, как это сделать. Положить его тут, привязать его рога к этому кусу, чтобы он мог скатиться вниз и разделать прямо на месте. Или же мы можем спуститься на этот плоский уступ. Что скажешь? Думаю, стоит поднять его голову сюда, что немного уменьшит его вес. Так что здесь? Тогда давай перевернем его и привяжем. Несмотря на все наши усилия, работать в таких условиях крайне непросто. Находясь на отвесной скале, мы с Худом должны разделить животное на четыре части, стараясь при этом не упасть вниз. Черт. И везунчик. Было бы очень больно. План прост. Мы упакуем мясо Аудада прямо здесь. Задние лапы пойдут на барбако. А ребра, плечи, вырезку и все остальное я увезу домой. Худ, у тебя не было девушки по имени Энни? Худ и Энни. Хорошо звучит. Например, сегодня к нам придут Худ и Энни. Поохотившись в здешних краях, я могу смело заявить, что это был один из труднейших дней в моей жизни. Я то и дело собирал колючки. Если охота на хавелину будет такой же, то мне придется совсем не сладко. Далее в программе. Продолжение охоты на просторах западного Техаса. Охотник-собиратель Чувствую себя победителем. Мы с Худом возвращаемся на ранчо с мясом Аудада. Привет, поздравляю. Ничего себе. Все получилось. Однако нам некогда нежиться в лучах славы. Нас ждет срочная работа. Пока мы с Худом были на охоте, Томми и их другие ковбой забили техасского лонгхорна, чью голову Томми предложил мне для барбакоа. Мяса этого животного хватит на несколько недель. К тому же мне сказали, что для настоящей барбакоа необходимо бычья голова. Ты должен вынуть его печень. Сейчас это сделать проще, чем потом. Пока мы потрошим быка, Томми откладывает в сторону сердца и печень, чтобы приготовить сегодня на ужин особое ковбойское блюдо. Покончив с внутренностями, я могу заняться отделением головы для моего барбакоа. Это непросто, но вместе нам удается справиться с этой задачей. Мясо — это мышцы, и мы их жуем. Люди не задумываются об этом. Вот, например, голова. Понимаешь, о чем я? Да, люди вообще об этом не думают. Ладно, у нас тут забитый бык. Его голова почти готова. Осталось лишь срезать эти рога, потому что, как мне было сказано, под действием жара они начинают плавиться. Раньше, например, из них даже делали клей. Так что мы отпилим их здесь и здесь, и тогда все будет полностью готово. Наконец-то я вырезал язык. Возьму его с собой и дома закопчу. Внутренние органы, так же, как сердце и печень, быстро портятся, поэтому ковбои всегда готовят почти сразу после забоя скота. Это идеальная пища после тяжелого рабочего дня. Сердце и печень нарезают и обжаривают на свином жире, после чего коптят над углями с луком, приправив красным и черным перцем, солью и зирой. Пока готовится чили, Томми берет ногу только что забитого лонгхорна и вырезает несколько филейных стейков, отлично подходящих для барбекю. Приправленные солью и перцем, они отправляются на гриль. Эти стейки на гриле – идеальное барбекю. Когда я впервые услышал слово «барбако», я подумал, что это улучшенное барбекю. Нет, это разные вещи. При приготовлении барбекю мясо лежит на решетке и жарится на открытом огне. Они ни в коем случае не закапываются в землю. Нет. Почти готово? Пора есть. Не слишком ли остро? Нет, есть можно. Сердце и печень идеально сочетаются. Это самая свежая говядина, которую я когда-либо ел. Мне еще не приходилось отведать мясо буквально только что забитой коровы. Тебе пойдет на пользу. Это укрепляет характер. Правда? Техасцы – очень гордый народ, уважающие традиции. Вы ведете довольно традиционный образ жизни, поэтому я хочу поделиться с вами моим планом и убедиться, что он не нарушает никакие традиции. У меня есть голова быка и аудат. Я хочу добавить к ним хавелину. Это грызун. Это не грызун. Грызун – это огромная крыса. Для меня важно добыть его мясо. Я хочу, чтобы барбакоа была насыщенной. Знаю, ты недолюбливаешь хавелину, но разве из нее, головы быка и аудата готовится традиционная техасская барбакоа? Да, заодно и гостей позовем. Прекрасно, так и сделаем. После барбекю нужно хорошенько выспаться, а утром я пойду охотиться на хавелину. Хавелины пробираются сюда, убивают и уносят всех куриц. Да. И яйца тоже? Да. Если удается. Они приспособленцы. Большинство людей считают, что они травоядные, но это не так. Они питаются всем, что могут достать. Ясно. Они и падалью питаются, так что если у них появится возможность кого-то убить и съесть, они его съедят. Обычно они спускаются в этот каньон? Да. Они приходят сюда ночью. Они пасутся на этих холмах и проходят тут ночью. Видишь вот те следы? Это все следы хавелины. Какие-то они беспорядочные. Да. Значит, если я пойду по этому каньону, то, скорее всего, наткнусь на следы хавелины и смогу по ним их найти. Да. Найти свежие следы хавелины довольно легко. Так что для охоты любое время подойдет. Серьезно? Я возьму лук и стрелы и отправлюсь на поиск. До встречи. Увидимся. Пока. Далее. Четыре, пять, шесть. У меня появилась возможность лично завершить сбор ингредиентов для барбакоа. Охотник-собиратель Охотник-собиратель Хавеллина где-то рядом. Очень свежие следы. Значит, она где-то здесь. Прямо свежайший след. Хавеллина, в принципе, животное ночное. Они спят в этих каньонах под выступами скал. По вечерам они покидают укрытие и бодрствуют всю ночь. А под утро они возвращаются туда, где спят. Я следую за ними, и, возможно, мне придется немного подняться вверх. Посмотрим, удастся ли мне их найти. Я иду по очень свежему следу, так что вполне вероятно, что они совсем рядом. Мне сопутствует удача. Ветер дует в лицо, поэтому я явно чувствую запах идущих где-то впереди животных. А вот им мой запах никак не учуять. Тут Хавеллина остановилась. А вот и удаляющиеся следы. Надо забраться на эти большие валуны и поискать вокруг. Следы указывают на то, что они точно где-то здесь. Потому что любая влага в этих краях высыхает моментально. Я не могу больше тут оставаться, я издаю слишком много звуков. С этими камнями одни неприятности. Надо спускаться вниз, иначе ничего не получится. Хавелины удирают в том направлении. четыре, пять, шесть. А их там много. Им явно не обойти тот край, поэтому мне нужно выяснить, пойдут ли они вверх или вниз по долине. Я знаю, как подняться и опередить их. Идут наверх. Попробуем их опередить. Если мой план сработает, то все пройдет на ура. Но пока я ни в чем не уверен. Я уже обогнал их. Приближаюсь к скале. Теперь осталось лишь на нее забраться и оказаться где-то на полпути к тому выступу. И когда поднимаясь по этому склону, они как раз пройдут мимо меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они над нами. План сработал идеально. Я уже терял терпение. Но выглядит как выстрел. Стрела пронзила хавелину насквозь. Кровь свидетельствует о том, что выстрел был точным. Я продолжаю преследование. Тут кровь. И тут... И тут тоже. Возможно, хавелина остановилась и пошла обратно по своим следам. Если крови больше не будет, значит, животное вернулось. Вот и она. ОХОТНИК-СОБИРАТЕЛЬ Я смертельно ранил хавелину. Однако эти животные так просто не сдаются. Я продолжаю не спеша идти по кровавому следу. Лучше дать животному умереть, чем спугнуть его погоней. А вот и она. ОХОТА С ЛУКОМ Охота с луком отличается от ОХОТА С РУЖЬЕМ. В отличие от пули, стрелы не убивают мгновенно. Поэтому нужно следовать за брызгами крови, не зная, куда они приведут. Какая плотная и жесткая шерсть. Как раз, чтобы жить в подобных условиях. Среди колючек и кактусов. Эта шерсть словно броня. При прикосновении кажется, что это кольчуга. А еще у хавелин очень острые зубы, похожие на клыки. С такими зубами с курицей можно разделаться в два счета. Но для этого животного время охоты на куриц и стекло. Теперь ему предстоит стать частью барбакоа. Пришло время ее выпотрошить. Должен признать, я впервые дотрагиваюсь до хавелины. Я встречал их во время путешествий, но мне никогда не доводилось их трогать. Хавелина обладает сильным запахом, исходящим от ее мускульной железы. Вываливаясь в грязи, животное переносит этот запах на весь шерстяной покров. Если мясо пропитается этим запахом, оно станет непригодным. Поэтому мне нужно убедиться в том, что шерсть не будет касаться мяса. Я использую разногу. Выпотрошив хавелину, я свалил ветку прочного дерева и привязал к ней задние лапы животного. Потом я нашел высокое дерево, способное выдержать вес хавелины, подвесил тушу и начал ее освежевать. У нее кислый и затхлый запах. Не случайно их называют свиньями-вонючками. Очень не хотелось бы, чтобы этот запах попал нам на одежду или на руки, потому что тогда он окажется и на мясе. Мы должны оставаться чистыми. Итак, бедра пойдут на барбако. Это лучшее мясо хавелины. Упакую его и возьму с собой. Привет, курочки! У меня в рюкзаке ваш приятель. Все местные ингредиенты для барбакоа собраны. Пора переходить к следующему этапу. Самые молодые ковбои на ранчо Мануэль и Трокс помогают мне подготовить яму. Мы создаем огромную подземную медленоварку, обогреваемую слоем углей. Дерево будет гореть часами. Наполнив ее мясом и закрыв, мы разведем еще один костер прямо сверху. Как скажете. Это своего рода печь. Наше топливо — мискитовое дерево. Самое важное — развести хороший огонь. Ладно, Трокс, следи, чтобы огонь не потух. Буду подкладывать в него ветки. Пока Трокс следит за костром, мы с Мануэлем готовим мясо. Значит, мы отрежем голень и оставим бедро? Мануэль — настоящий специалист по приготовлению барбакоа. И он готов поделиться своим мастерством. Нет, побольше. Вот так. Мануэль, делаем надрезы и заполняем их луком? Хорошо. С двух сторон. Вот так. Тебе не впервой. Немного соли и особое место вот сюда, на голову быка. Именно. Ты готов к хавелине? Это хавелина? Она самая. Мануэль, ты любишь мясо хавелины? Нет. Не любишь? Нет. Завтра мы тут все раскопаем, поместим внутрь бычью голову, аудада и хавелину. Но что ты будешь есть первым? Быка. А вторым? Аудада. А что потом? Ладно. Готово. Ты добавляешь только приправ, потому что тебе не нравится вкус хавелины? Отлично выглядит. Очень аппетитно. Приправив бычью голову, аудаду и хавелину, мы заворачиваем их в фольгу и помещаем в джутовые мешки. Выглядит здорово. Опускаем. Мескитовое дерево разгорается до очень высокой температуры, поэтому мы перевязываем джутовые мешки проволокой, чтобы у них были ручки. К тому же, так их можно опустить ниже, не подвергая себя риску. Нужно смочить джутовую ткань, чтобы избежать ее возгорания. Когда ткань намочена, можно опускать мясо в барбако. Береги ноги. В самом конце мы помещаем туда плоды местного кустарника, обладающие съедобной и сладкой сердцевиной. После чего мы все плотно закрываем, чтобы сохранить тепло. Покрепче, чем гробница Тотанхамона. Так и должно быть? Да. Тогда пойдем выпьем по пиву. Ладно. Мы оставляем барбако на ночь и лишь утром узнаем, что получилось. Охотник-собиратель Барбако готовилось всю ночь. Наступил полдень, так что пора проверять, не напрасно ли были все усилия, потраченные на добычу мяса и его приготовления. Волнуетесь, приступая к раскапыванию? Конечно. Но уже ничего не изменится. Это точно. Оно все еще здесь. Это хороший знак. Очень хороший. Что бы ни было внутри, оно все еще сочное. Все замечательно. Вы только посмотрите. Оно прекрасно пропеклось. Мануэль, не хочешь попробовать и выразить свое мнение? Я не ем такое. Я не сдвинусь с места, пока Мануэль не откусит кусочек. Готово. Тебе нравится? Попробуй. Я пытаюсь не слишком его нахваливать. Это как говядина с ананасом. На вкус, как десерт. Понимаешь, о чем? Да. Ну же, признай, что это вкусно. Ладно, признаю. Хорошо. Я крайне удивлен, учитывая отвратительный природный запах хавелина. Да, удавиться просто. Следующее загадочное мясо – аудат. Усок гораздо больше, чем лапа хавелины. Надеюсь, что он тоже пропекся. Получилось не так симпатично, как с хавелиной, но давайте разрежем и посмотрим, что внутри. На вкус, как баранина. Жирное, как мясо молодого барашка. Очень даже неплохо. Да, хорошо. Лучше или хуже хавелины? Что тебе больше понравилось? Что скажешь насчет головы, Томми? Она будет смотреть на тебя. Да. И последнее. Бычья голова. Она идеальна. Номер один. Пора готовить остальную еду. Томми готовит перцы для своего знаменитого соуса сальса. По крайней мере, на этом ранчо все знают, что это. Немного замариную. Затем он готовит испанский рис и бобы. А Мануэль раскатывает тортильи. Трокс разрубает плод кустарника, и пора приступать к еде. А с этим что? К чему готовиться? Просто отломай себе лист. Как будто я ем артишок. Именно. Это сладкое. Тебе понравится. Я хочу челюсть. Ты должен попробовать всего понемногу. Ладно. А где же Хавелина? Я должен добраться до нее, пока Мануэль ее не съел. Пусочек кауда, да? Отлично, спасибо. Здесь, на ранче Вьехо, повар всегда ест последним. Томми приступает к еде, лишь убедившись в том, что все его ковбои уже едят. Очень вкусно. Западный Техас, оправдал твои ожидания? Я знал об этой местности только по фильмам. Всегда казалось, будто их сняли никудышные режиссеры. Но эта поездка раскрыла мне глаза на вашу жизнь. Много званых, да мало избранных. Многим кажется, что они хотят работать на ранчо и быть ковбоями, но столкнувшись с трудностями жизни, понимают, что просто хотели такую шляпу. Точно. Спросите любого, что делает человека ковбоем, и вам ответят шляпы и шпоры. Но это не так. Здесь нужна любовь к земле и преданность своему делу. Эти мужчины не смогли бы существовать по-другому. Настоящих ковбоев почти не осталось, но здесь, на бесплодных землях Западного Техаса, Среди шатких камней и колючих растений сохранились остатки Старого Дикого Запада. Главное знать, где искать.